Девушки отдыхают Авторская программа Алексея Ледяева Иллюзии и реальность Итак, тема моей проповеди Создатели духовной атмосферы Для полноценного существования Нужна здоровая атмосфера И в зависимости от того Чем мы дышим Зависит, во-первых, наше здоровье И наша работоспособность Существует атмосфера Отравленная В которой даже здоровые люди Станут больными А существует Такая здоровая атмосфера Как говорят, где эквалипты растут Там такая атмосфера Что даже больные становятся здоровыми Если ты дышишь этой правильной атмосферы Атмосфера сама собой не появляется Ее кто-то создает И если говорить о духовной атмосфере Тем более Что этот духовный климат Он сам собой не появляется Духовную атмосферу кто-то создает Это не будет большим откровением Если мы поймем Что каждый из нас Является носителем Определенной атмосферы Давайте согласимся Поговоришь с одним человеком И аж крылья вырастают Он такой позитивный И ты с ним пообщался И тебе кажется, что ты все можешь И ты чувствуешь, что ты можешь исцелиться Ты можешь процветать Ты можешь даже чемпионом стать Атмосфера Она строит твое настроение Настроение строит решение А решение определяет поведение С другим человеком поговорил Даже если ты летал Уже не хочется Даже если ты побеждал Тебе уже вроде и не хочется Даже сражаться Ты жил Ты жив И уже жить не хочется Надышался Убийственная атмосфера Я стараюсь Следить за собой Чтобы вокруг меня люди не умирали Потому что я пастер Они заведующие кладбище И мне хочется, чтобы вокруг меня люди жили И я стараюсь тоже создавать свою атмосферу Простоты Откровенности Позитива У нас у каждого есть такая задача Мы все создатели духовной атмосферы И мы должны позаботиться о том Чтобы этот климат Был здоровый И чтобы в этой атмосфере Все, что рождалось от Бога Расцветало И принес силу великий плод И так Я недавно услышал мысль Которая мне очень понравилась Которая мне очень понравилась И эта мысль Прозвучала так Как изменить себя Не изменив себе Не изменив себе Я записал эту мысль Прочитал ее несколько раз И она показалась мне интересной Как изменив себя Не изменив себе Не изменив себе Мне нужны такие перемены Которые бы мое достоинство не разрушили Мне нужны такие перемены Которые бы не конфликтовали С моими принципами И я понял, что единственное Кто может обеспечить перемены Позитивные Успешные И не разрушили бы моего достоинства Эта атмосфера Духа Святого Когда Господь формирует нашу личность Когда Он формирует наше мировоззрение Мы не изменим себе Повинуясь Богу Только Бог может сохранить справедливость По отношению к нам По отношению к нашим принципам жизни И сделать из нас победителей И так мы меняемся И дай Бог, чтобы не изменить себе Потому что Если сердце наше осуждает нас То тем более Бог будет осуждать Поэтому пусть в этот день Когда мы собрались вместе Бог Который есть Бог мира и устройства Создаст такую атмосферу В которой бы мы нашли гармонию с Ним И гармонию с самим собой Это счастье Это счастье Это счастье Иметь мир внутри Мир с Богом И мир с самим собой Знать Бога это одно А служить Богу Это совсем другое Давайте согласимся Знают Бога Огромное количество христиан Но служить Богу Далеко не много Те, кто просто знает Бога Идут широким путем А те, которые знают Бога И служат Ему Они идут узким путем Причем Здесь дикая диспропорция Узким путем идут не так много И моя молитва, чтобы сегодня На этом узком пути Людей добавил Потому что программа минимум Которая стоит перед нами Это изменить себя Скажи, изменить себя Скажи, я должен меняться Я должен мудрее быть Я должен быть успешнее Я должен переходить от веры веру Я должен приносить плоды Не считая себя достигшим Простираться вперед Развитие 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 Это то, что нужно Чувствовать внутри себя Я должен изменить себя Я должен стать умнее Я должен стать опытнее Я скажу, а зачем менять себя Потому что Кроме программы Минимум Изменить себя Есть программа максимум Изменить общество Которое вокруг нас Потому что Иисус нам сказал Иди и учить народы И я заметил Я думаю, что каждый из нас Это понимает Насколько ты Изменил себя Настолько ты можешь Изменить людей Вокруг Амен Что имею То даю Мое служение Это передача Моего опыта Насколько Бог Способен был Меня изменить Настолько Я могу предлагать Окружающим людям Соответствующие перемены Итак Бог ищет Людей Которые бы согласились Меняться Я скажу Начало веры Это не количество греха С которыми ты сражаешься Начало веры И то, что Бога привлекает Это даже не состояние Твое моральное Или нравственное Бога привлекает Один фактор Насколько человек Готов меняться Настолько он Понравится Богу Насколько человек Готов к переменам Настолько Бог Будет использовать Этого человека Опасность в чем? Есть некоторый опыт И мне кажется Я уже все знаю Прочитал одну книжку За жизнь Я все знаю Прочитал три цитати Из оккультизма Я изучал Всякие оккультные науки И разочаровался Не надо Пожалуйста Мы должны быть умными людьми И до тех пор Пока у нас живет Жажда к знаниям У нас есть вера Вера Это способность к переменам Есть у тебя Желание к переменам У тебя есть вера Если у тебя нет Желания к переменам У тебя нет веры Потому что вера Это сотрудничество С Богом А Бог каждый день Творит все новое Сам Бог в переменах Сам Бог в развитии Если ты реально знаешь Бога Ты не будешь стагнатом И тебе не грозит застой Если ты с Богом У тебя каждый день Что-то новое Новая идея Новые откровения Новые планы Дерзкие проекты И за тобой люди бегут И догнать тебя не могут Вот это вера А не тогда Когда ты сидишь Я все знаю Ой, это тоже дело Ой, это ничего не получится И он говорит Бог со мной Бог не сидит с тобой на диване Бог двигается В своих планах И блажен человек Который готов к переменам И готов следовать за ним Амин Вера Это первое Способность к переменам И второе Это Способность рисковать Скажи рисковать Я задаю вопрос Когда последний раз Ты рисковал Да не на Форексе Да в недвижимости А во имя Господа Наш Бог Самый рискованный Бог Подумайте Сотворить человека Со свободной воли Ну кто еще Такой мог сделать Бог рискует Да волю свободную Если бы дьявол творил Он бы вообще Эту программу вырубил Он рискует И нам заповедал И так друзья Способность меняться Способность рисковать Третье Освободиться От контроля Освободиться От контроля Все люди Так и норовят Тебя учить Ты то делай Ты это делай Это правильно Это неправильно И ты слушаешь Эти Они противоречат Друг другу И оба твоих Учителя И то что ты Вчера строил Сегодня ты разрушаешь Друзья мои Вера Тире Это способность Зависеть от Бога К людям мы должны Прислушиваться Но последнее слово Последняя инстанция За ним Амин И когда люди Увидят Что все таки Ты советуешься С Богом То в конечном счете Они признают Твой авторитет Аллелуя Я благодарю Бога За Этот Опыт Когда мы Все рижские церкви Собираем вместе Я думаю Это чрезвычайно важно Нам нужно Собираться вместе Чтобы слышать Пульс времени Что сегодня Дух Святой Говорит церквам Что сегодня Главное А что второстепенное Да Существует много вопросов Внутренней стратегии И внешней стратегии Есть время Когда я работаю Над собою Это вопросы Внутренней стратегии Внутри церкви Структурное строительство Но есть время Когда мы должны Решать вопросы Внешней стратегии И каждый сезон Имеет свое Ключевое откровение Мир меняется И наша роль И наша задача Идти в ногу Со временем И быть внимательным К тому Что Бог говорит И все Что Бог Делает Сегодня Следить За логикой Событий Потому что Часто Бог нам Говорит Языком Обстоятельств Если бы вы Меня спросили А что Сегодня Актуально Я скажу Когда молюсь И общаюсь С Богом Я слышу Внутри себя Эту фразу Война Поклонников Битва Поклонников Это звучит В моем духе Это звучит В моем сердце И я знаю Что за этой фразой Стоит Очень много Война Поклонников Если хотите Это звездные войны Это война Богов Потому что Поклонники Предполагают Какого-то Бога Поклонники Утверждают Авторитет Какого-то Бога Именно Поклонники Определяют Какому Богу Будет церковь Поклоняться Какому Богу Будет город Поклоняться И в конечном счете Народ Итак Война Поклонников Это то Что я слышу В сердце И причем Это сочетание Как определение Сезона Это как определение Главной стратегии И смысл Грядущей битвы Исход Этой битвы Предрешит Судьбу В будущем Не только церкви Но и общество Которое Вокруг нас Война Поклонников Она решит Какой Бог Будет руководить Этим народом Вот почему В Евангелии написано Что Бог Ищет Поклонников Вы обратили внимание Не апостола Ни пастера Ни лидера Бог Ищет поклонников Которые Которые бы поклонялись Ему в духе И в истине Потому что Если ты поклонник Из тебя выйдет апостол Если ты поклонник Из тебя выйдет евангелист Если ты поклонник Ты станешь настоящим пастором То есть поклонение Это основа Всех видов Новозаветного служения Скажи поклонение Это фундамент Любого служения Это основание Моей судьбы Амин Смотрите Если ты поклонник Ты знаешь Бога Ты любишь Бога Из тебя получится Лидер ячейк Потому что поклонник Это создатель атмосферы В которой может вырасти ячейк Если я поклонник И пастор То я создам в церкви Такую атмосферу В которой каждый человек Будет расцветать И принесить плот Если ты евангелист Поклонник Вы знаете Если атмосфера Поклонение приходит И Бог так близко Касается сердце Дарит духа святого Будет легко двигаться Поэтому Бог ищет поклонников Для того чтобы В этом сражении Божьи поклонники Могли победить Псалом 21 Давайте откроем Псалом 21 4.6 Но ты святой Живешь среди словословий Израиля Итак поклонение Это есть великое основание Любого служения Но ты святой Но ты святой Живешь среди словословий Израиля То есть поклонение Созидает престол На которой На которой Восседает Бог И Библия говорит Что есть Духовный закон Прославляющих меня Я буду прославлять Итак своей хвалой Мы утверждаем Царство Божье Своей хвалой Мы утверждаем Его престол Своей хвалой Мы провозглашаем Авторитет И владычество Нашего Бога И прославленный Бог Он наведет порядок На этой земле Амин Запишите следующую мысль Поклонение Это восстановление Первой заповеди Которая гласит Курасака Господу Богу Твоему Поклоняйся И Ему Одному Служи В поклонении Есть Великая сила Если ты Утверждаешь Авторитет И престол Твоего Бога То Бог Тебе как поклоннику Передает Свою власть И свой авторитет Ты святой Ты святой живешь Среди словословия Израиля Поклонники Это создатели Атмосферы В которой В которой Процветает все Что рождается От Бога Пожалуйста Запомните Запишите И постарайтесь Осмыслить Что поклонение Это Это создание Атмосферы Царства Божьего Атмосфера В которой Процветает Все Что рождается От Бога Твои откровения Твоя смелость Твои дерзкие планы У нас так много У нас так много Идей Что делать Чтобы они Осуществились Создай атмосферу В которой Это все Расцветет Поклонение Создает атмосферу В которой Все Что рождается От Бога Расцветает Приносит Плод И побеждает Этот мир Первое Давайте откроем Второе Коринфянам 2 Второе Коринфянам 2 2 14 16 Благодарение Богу Который Всегда Дает нам Торжествовать Во Христе И благоухание Познание О себе Распространяет Нами На всяком месте Ибо мы Христова Благаухание В Богу Спасаемых И в погибающих Для одних Запах Смертоносный На смерть А для других Запах Живительный На жизнь И кто Способен К всему Итак Поклонение Создает Атмосферу Причем Эта атмосфера В которой Что-то Процветает Расцветает И приносит Плод И в то же время В этой атмосфере Что-то умирает Что-то засыхает И исчезает И я скажу Поклонение Это та атмосфера Это та атмосфера Которая для одних Запах Живительный Скажи Для одних Это запах Живительный На жизнь Но для других Атмосфера Поклонения Это запах Смертоносный На смерть Для Божьих детей Для Божьих друзей Это шикарная Атмосфера Для развития И распространения Но для дьявола И для всех его Агентов И для всех бесов Атмосфера Поклонения Это смертоносный Запах Это как Дуст Для тараканов Это как Сумасшедшая Страшная Атмосфера Для всех врагов Мы должны Уверовать Что когда я Поклоняюсь Я создаю Благоухание Познание О нем Скажи вместе Со мной Мое поклонение Это Осмысленная Хвала Когда Благоухание Познание О нем Я распространяю На всяком месте Скажи Я создатель Божьей атмосферы Я создатель Духовного климата У себя дома На работе На остановке В моем городе И в моей стране Если ты знаешь Бога Если ты знаком с Ним Если Он простил твои грехи И твое сердце Благодарно Ему Где бы ты ни находился Ты что-то бурчишь под нос Ты что-то напиваешь себе Люди даже не слышат Что ты там говоришь Но вокруг тебя Просто Ну давайте согласимся Всем становится хорошо Ты зашел куда-то Матюгались Ругались Проклинали правительство Америку Этого Сноудена Никак не могут поймать Зачем он там Ты зашел Слава тебе Господа Какой Сноуден Какой Эквадор Господь царствует Мы должны приносить Этим разочарованным людям Позитивную атмосферу Божьего царства Да ладно офис Я боюсь скучных проповедников У которых брови домиком Которые на своих плечах Сгорбленных и натруженных Несут тяжесть Мирового пробуждения И говорят о великом Боге Только эту величину Никак осмыслить нельзя Не, 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 не Если Павел и Сила Даже в тюрьме Не имели домика Но они были радостны И считали, что даже Получив Такие фингалы Синяки Они говорят Бог дал нам честь Пострадать за Него Павел силе Говорит Ну что, в своем Сила говорит Конечно, сила есть Давай споем Ну давай Я пою Слава тебе Господа Ибо вовек А ты поешь Ибо вовек милости Давай, давай И Павел Слава тебе Господа Ибо он благ А сила Ибо вовек милости Давай еще раз Слава тебе Господа Вам кажется, что это ерунда? Мы слишком повзрослели Мы поумнели Мы орелигиозились И слегка отупели И думаем, что это Удел детей А Библия говорит Если вы не умолитесь Как дети Вы не сможете Войти в Царство Божие Амин Я слышал свидетельства Некоторые люди Мы в новое поколение Пришли И первое, что нас удивило На сцене Пастор скакал Что-то прыгал Все Я готов До пенсии Которой у меня не будет Продолжать Так же прыгать Дади того Чтобы атмосфера Божьего Царства Опускалась И знаете, что важно Вот вы увидите Этот год Год Божьей славы Этот год Год великого прорыва В прославлении И поклонении Халлелуя Я не хочу сказать Что мы экзорцистов Оставим без работы Я не хочу сказать Что психологов Оставим без работы Я не хочу сказать Что всех попечителей Оставим без работы Но отвечаю Создавая Максимально Насыщенную Атмосферу Царства Божия 90% наших проблем Будет решаться Без содействия рук Человеческих Ты веришь этому Скажи Халлелуя Атмосфера Все решает Атмосфера Прославления Для одних Это запах Живительный На жизнь Для других Это запах Смертоносный Видали людей Встают Пфу Это не он Встал и вышел Это тот Кто в нем Встал и вышел Потому что Это не он Здесь скачет А тот Кто в нем Скачет И хвалит Вообще Это духовные вещи Амин Халлелуя Скажи Я Принимаю решение Быть создателем Положительной Максимально Насыщенной Божьими Откровениями Его торжеством И победой Атмосферой Амин Я встану рано И буду славить тебя Буду перечислять Твое обетование Не в интернет Не в новости Не надо телек Утром включать Все выключай Включай ГАД ТВ Включай Главный канал Пару откровений Славьте Господи Ибо Он благ Ибо во век Милость Его Я во Христе Я новое творение Закон духа и жизни Освободил меня От закона греха и смерти Вообще Я самый крутой Тот кто во мне Больше того Кто в этом мире Получай подпитку С утра Мы не можем быть Независимы От общества В котором мы живем Либо оно будет Формировать тебя Либо ты будешь Формировать его Амин Друзья мои Мне нравится Мне нравится Нравится Что у нас есть преимущество Не моя вера Победит твою веру Моя атмосфера Вытеснит твою атмосферу Скажи, моя задача Где бы я ни находился Чтобы атмосфера Царства Божьего Которую я формирую Вытеснила Атмосферу Проклятия Амин Мое настроение Не будет зависеть От настроения Безбожных людей Они будут зависеть От меня Потому что Не тьма изгоняет свет А свет Изгоняет Тьму Тьма И свет Битва кипит Тьма И свет Кто устоит Тьма И свет Сомнений нет Бог Свет И он Победит Халлелуя Посмотри на соседа Скажи, готовься Я буду создавать Такую атмосферу В которой дьявол умрет Беса умрет Болезни умрет Нищета умрет Все поменяется Халлелуя Вы слышали похоронный марш? Слышали похоронный марш? Вот мы пророчески его сыграли Для всех твоих врагов Для всех, кто угрожает тебе Халлелуя Халлелуя А ну-ка давайте Откроем Первая книга Царств Десятая глава Первая царств Десятая глава Поклонение Создает атмосферу В которой что-то Расцветает И преображается И в этой же атмосфере Что-то умирает И уходит с поездки дня Почему поклонник Господу Богу твоему Поклоняйся И Ему одному служить Какое поклонение Такое служение Скажи, какого качества У нас поклонение Такого качества И будет наше служение Амин Я хочу, чтобы прославление У нас было запахом живительным Для жизни Для процветания Для успеха Для победы И чтобы во время прославления Грех уходил Болезни уходили Тупость уходила Чтобы уходили Всякие глупые проекты Короче Поклонение Это атмосфера В которой Человеческая личность Трансформируется Скажи, поклонение Трансформирует Человеческую личность Амин Я знаю даже, что Во время этого прославления Кое-кто поменялся Что-то отсохло Не жалея об этом Оно тебе не нужно Во время прославления Отсыхает то, чего тебе не надо И процветает то, что тебе надо Амин Это как лакмус Показать, что у тебя есть От царства Божия А что ты есть От царства греха Моя мечта Вот после конференции У нас будут сплошные Служения Прославления и поклонения Вы расцветете Станете молодже Красивее Позитивнее И авторитетнее Амин Преобразующая сила Поклонения Читаем первая Старс 10 глава И взял Самуил Сосуд с Елеем И вылил на голову его И поцеловал его И сказал Вот Господь помазывает тебя В правителе наследия Своего Пророк Увидел Саула Саул даже ничего не понимал Кто он искал ослиц А нашел царское Помазание И он ему дал Пророческое слово И сказал Господь помазывает тебя В правителе над Израилем Для того чтобы Это пророчество Осуществилось Этот человек должен Пройти Был еще один Важный этап И давайте Прочитаем ниже Пятый стих После того Ты придешь На холм Божий Где охранный отряд Филистимский И когда Войдешь там В город Встретишь Сон Пророка Сходящих с высоты Перед ними Псалтирь Тимпан Свирель И гусли И они Пророчествуют Ну это приблизительно Как вот Самуэл У него были музыканты Брата Не бременские музыканты Ну бродячие По горам ходили Инструменты были Чуть-чуть другие И вот они Смотри что делают Они ходили Они медитировали Поклонялись Богу И пророчества Что такое пророчества Они провозглашали Господня земля И все что наполняет ее Принадлежит Господу Что все народы придут И поклонятся Перед тобою Что наш Бог Всемогущий Бог И он царствует Над народами всей земли И они играли Пели И этот сон пророков Сопровождало Облако Я задаю вопрос Как вы думаете Почему Этот сон пророков Двигался Очищал Духовную атмосферу По всему Израилю Амин И в этой атмосфере Что-то происходило Дальше Самуил говорит Саулу И найдет на тебя Дух Господень И ты будешь Пророчествовать Вместе с ним И сделаешься Иным человеком Внимательно У тебя есть Пророчества Что ты будешь Лидером Я думаю У каждого из нас Есть пророчества Каждому из нас Бог что-то говорил Мне много говорил Господь И я жду Исполнения Пророческого слова Так вот Сегодня я хочу Кому-то сказать Для того Чтобы пророческое слово В твоей жизни До конца Исполнилось Ты должен войти Вот в глубину Этого Поклонения Чтобы вот На этой территории Дух Святой Сошел на тебя И чтобы ты Соединился В Духе И чтобы ты Пророчествовал И чтобы ты Стал иным человеком Поклонение Становится Для нас Моментом перемен Скажи В атмосфере Поклонения Я становлюсь Иным человеком Меняется Мой взгляд Меняются Мои чувства Меняются Мои ощущения И я готов Исполнить Пророческое Предназначение Мне нужно Поклонение Для того Чтобы все Изменилось Что происходит Для одних Сапах Смертоносный Для других Запах Живительный Все Что Бог В моей жизни Сказал Все Что Бог Посеял В мое сердце Всякое Пророческое Слово В атмосфере Поклонения Всякое Всякое Пророческое Слово Оно Раскроется Расцветет И принесет Плод Скажи Мне Не 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 Атмосфера Поклонения Аминь Ибо На этой Территория В атмосфере Царства Божьего Всякое Пророческое Слово Оно Вырастет И принесет Плод И я стану Иным человеком Люди Меняют Люди Меняют В атмосфере Поклонения И прославления Аминь Следующее место Псалом 8 Псалом 8 Давайте прочитаем Псалом 8 Очень интересный Псалом Атмосфера Поклонения Или прославления Она имеет Отношение Не только К друзьям Божьим Но она Имеет отношение И к Божьим Врагам У нас у каждого Так много Врагов И мстителей Так вот Поклонения Это часть Духовной Брани Скажи Мое Настоящее Реальное Прославление Это часть Моей Духовной Брани Это Мое Оружие Которое Всех Врагов Положит В подножие Нок Его Псалом 8 Начальнику Хора На гевском Оружии Псалом Давида Господи Божий Наш Как величественное Имя Твое По всей земле Слава Твоя Простирается Привыше небеса Из уст младенцев И грудных детей Ты устроил хвалу Ради врагов Твоих Почеркните это слово Господь устроил Хвалу Ради врагов Твоих Нам иногда кажется Что хвала Это интим Я и Бог Да Подчас Это так Когда врагов Слишком много Господь Устроит Такую хвалу Которая Коснется Не только друзей Божьих Но и коснется Врагов Скажи Хвала Ради врагов Это мое оружие Скажи Хвала Ради врагов Это мое оружие Когда я буду хвалить Бога Бог будет поражать Всех моих врагов Мы исповедуем Вот такого Бога Мы исповедуем Вот такое прославление Из уст младенцев И грудных детей Ты устроил хвалу Ради врагов Твоих Дабы сделать Безмолвными И врага И мстителя Я убежден Что когда я Славлю Господа И пророчествую В Духе Святом О Его силе О Его власть Когда мы вместе Собираемся И говорим Мы тот народ У которого Господь Есть Бог Восстань Господь И рассеются Враги Твои И все ложные Боги И исчезнут С лица земли Это происходит И это уже началось И Бог Всех врагов Положит В подножье Ног Его Аминь Скажи Хвала Богу Слава Девам Влияет На моих врагов И так мы С ману сенойднекус Бог восстанет И рассеются Все враги Аминь Аминь Обратите внимание Не война с врагами А хвала Богу Обеспечивает победу Помните Три армии Собралось Против Израиля И Бог дал Эту стратегию Идите И пойте Славьте Господа Ибо Он благ Ибо вовек Все И встань врага Безмолвие Разногласия Взаимная вражда Ненависть И они все Поперестреляли Друг друга И когда армия Израиля Пришла Все Трупы И похоронный марш Все Хвала Это мое оружие Хвала Это мое оружие Вы помните За Давидом Охотился Саул И он прибежал К тому же Самуилу И говорит Самуил за мной Охотился За мою голову Он 25 тысяч Назначил Спрячь меня Куда Спрячь меня Куда Есть одно Безопасное место Куда Подвал Куда 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 Нет У нас Арена Рига Конференция Хвалы И прославления Это самое Безопасное место Это самое Безопасное место И там Вот этот Сон Пророческий Они там Хвалят И славят Господа А что мне делать Иди в центр Друзья Хвала и поклонение Это Я как говорю Для тех Кто готов К переменам И для тех Кто готов Рисковать Я удивляю Кто-то еще Спит здесь Вы что На такой проповеди Спите Это сон Не от Господа Да вы что Если уже Во время Такого Служения Спать А что ночью Делаете Толките Друг друга Скажите Вы что Короче Пришел Давид К Самуилу Где Самое Безопасное Место И Самуил Говорит Вот А Давида Медом Не кормит Он говорит Точно Меня никто Не коснется Нет Ну и включился Короче И Славит Его Уважаемые Интеллигентные Мужчины И женщины Вы должны Сделать Вывод Что вас Подвергают Ударом Враги Только потому Что вы боитесь И скинуть Ваш солидный Пиджак Солидные Манеры Ну как это Я буду Вот так прыгать А прыгай И будешь Защищен Поклоняйся Богу И Бог Защитит Тебя Прославляй Его И Бог Прославит Тебя Амин Отвечу Если во время Прославления Уважаемые Интеллигенты Вы стоите Вот так И как Мелхола Еще один Одна Интеллигентная Дама Из окна Смотрел Давид Как он ведет себя Некультурно Опозорился Как быдло Как будто Гопник С Челябинска Прыгает Там Перед этим Стыдно Как стыдно Как он Как он Унизился Что он Из себя Представляет Я знаю Что многие Люди Которые Здесь В состоянии Трансформации Я знаю Что многие Заводят Ну как Какая Некультурная Вера Какие люди Некультурная Ну так же Нельзя Вот слушайте Внимательно Когда вот Стервятники Налетят На вас И начнут Клевать И вы будете Говорить Бог Помоги Бог Будет стоять И греть Ну что Ты разорался Ты же Интеллигентный Человек Ну как То ты Не молишься Как Некультурно Мне даже Стыдно За тебя Че сеешь То и пожнешь Что Давид Сказал Этой женщине И ты вздумала Меня контролировать Ты че Старая Перепутала Что ли Я как Поклонялся Богу Я еще Больше Буду Больше Буду Служить Ему Амин Амин Халлелюя Давайте Отбросим Эти навороченные Религиозные Модели Как надо Или как не надо Откуда Ты знаешь Как надо И как не надо У меня Один секрет Где Дух Господень Там свобода Для тебя И для меня И для моего Народа Где Дух Господень Там Свобода Для тебя И для меня Эй Пришло Время Сыскать Господа Из уст Младенцев И грудных Детей Ты устроил Хвалу Чтобы сделать Безмолвными Врага И мстителя И вот Давид Недолго Сводень Там Свобода Хаван Ну короче Все свои хиты И в это время Целый Отряд Спецназ В масках С автоматами Заходит Вот в этот Арену Ригу Заходил у вас Давид Вот фотографии Такой Заходил Ашар Говорит Конечно А где он Он Вон Где В центре И Давид Он же любит Вы видите его Ой Это уж вы сами Попробуйте Это уж вы сами Попробуйте Этот спецназ Решил взять Спец вас Только подошли туда И И они уже В масках Продолжают Петь эту песню Библия говорит Что эти Самые люди Войдя в сон Пророков Дух Господний Сошел на них Они начали Пророчествовать И они стали Иными людьми Создатели Духовной атмосферы Слышите Мы не только себя Тешим Потешили себя Мы знаем Что мы создаем Такую атмосферу В которой даже Враги Будут Примиряться С Богом Скажи Реальное поклонение Это та атмосфера В которой Даже враги Будут Примиряться С Господа Дух Господень Сойдет И они Пророчествовать И они Будут Славить Его Аминь Чем мы Возьмем Свой город В новом поколении Есть великое Откровение О праздниках Поклонения О праздниках Поклонения О праздниках Поклонения Потому что Во время Поклонения Атмосфера Божья Смотрите Сначала мы создаем Атмосферу В сердце Вечейки Потом в церкви Потом на площади А потом в стране Бог хочет Чтобы мы Создатели Духовной атмосферы Могли Раздвигать Границы Нашего Влияния Аминь Толкни за себя Скажи Господу Богу Твоему Поклоняйся И Ему Одному Служи Халлелуя Деяние Апостолов 19 глава И мы После этого Будем молиться Друзья Я хочу молиться После этой проповеди Во-первых За всех лидеров И за всех пасторов Чтобы мы Сами были Главными архитекторами И создателями Вот этой Сумасшедшей Энергетической Атмосферой Божьего Царства В которой Дьявол бы Сходил с ума В которой бы Бесы уходили И утверждалось Царство Божье Деяние апостолов Собрал Свои Своих работников Я говорю Друзья Вы знаете Что от этого Ремесла Зависит Благосостояние Наше Между тем Вы видите И слышите Что не только В Ефесе Но почти По всей Азии Этот Павел Своими убеждениями Совратил Немалое число Людей А это угрожает Нам Выслушав Это Они исполнились Ярости И стали кричать Велика Артемида Ифеская И весь город Наполнился Сметением Схватившим Македонян Гая Рестарха Спутников Павла Они единодушно Устремились На зрелище Когда же Павел Хотел Войти В город Ученики Не допустили Следующая Мысль Что Закон Вытеснения Это закон Универсальный Если Поклоняются Богу И Утверждают Его престол Если Создают Атмосферу Царства Божьего То Атмосфера Царства Божьего Может Вытеснить Атмосферу Язычества Если Она Будет Слабее То же Самое Из уст Младенцев И грудных Детей Ты Устроил Хвалу Чтобы Сделать Безмолвным Врага Мстителя Этот Закон Тоже Обоюдный Это Правило Которое Действует Как В Условиях Христианского Поклонения Так и Условиях Языческого Поклонения Кто Доминирует В Духовном Мире Вчера Павел Пришел В Ефес И там Была Церковь И там Было Пробуждение И там Колдуны Жгли Свои Книги И они Поклонялись Духовная Атмосфера Которую Создавали Христиане И церкви Она Вытеснила Атмосферу Колдовства Язычества И Далопоклонства Но Эту атмосферу Надо Всегда Поддерживать Амин Потом Павел Ушел Атмосфера Ослабела И В церкви Показалось Что Поклонение Это Вообще Начало Девяностых Это Для детей И церковь Занялась Какими-то Другими Вопросами Процветанием Исцелением И все С такой Это Это тоже Неплохо Но мы Должны Понимать Какая Духовная Атмосфера Доминирует В моем Городе Когда Эти Язычники Вернее Эти Бизнесмены Которые Работали В этих Храмах Говорят Слушайте Наши Храмы Опустили Надо Противостать Вот Это Ереси Назарейской Я Спрашиваю Чем Они Противостали Христианской Церкви Поклонением Поклонение Это Оружие Как в руках Народа Божьего Так же И оружие В руках Язычников Смотрите Что они Сделали Они Собрались В этот Храм Там Где Стоял Это Артемида Два Часа Слышите Два Часа Велика Артемида Эфеска Велика Артемида Эфеска Обратите Внимание Они Не проклинали Да Будет Проклят Павел Да Будет Проклят Эта Церк Бросайся Сколько Угодно Одна Плоть Не Победит Другую Плоть Но Когда Ты Бога Прославляешь То Этот Бог На сверх Естественном Уровне Он Изменит Все Реальность Почему Мусульмане Сейчас Доминируют В Европе Если не Сказать Во всем Миле Пять Раз В день Базар Аэропорт Офис Какая Разница Пять Раз День Коврик На Восток И Нет Бога Кроме Аллаха И Магомед Пророка Казахстан Ну что За фраза Такая Они Прославляют Своего Бога Пять Раз В день Не Стесняясь Никого И 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 Говорит Если Вы Меня Постыдитесь Вроде Семь Прелюбодеянным И Лукав Я Постыжусь Вас Они Не Стыдятся И Они Везде Хоть В России Хоть В Германии Хоть В Нью-Йорке Где Вы Хоть В Москве Они Везде Говорят Аллах Акбар Они Говорят Что Наш Бог Великий Бог Он Всемогущий Бог И Вопрос А почему Потом Мы Удивляемся Что Их Влияние В Этом Мире Такое Могущественное Не Их Влияние А Влияние Бога Которого Они Пять Раз В День Превозносят И Прославляют Это Вызов Для Нас Это Вызов Для Нас А Почему Христианские Храмы Пусте В Европе Потому Что Там Пять Раз Может В Год Христиане Собираются Чтобы Прославить Бога С чего Началось Что В духе Я слышу Война Поклонников Если Сегодня Христиане Не Мобилизуются В армию Поклонников Божьих Завтра Мы Можем Оказаться В другой Латвии Либо В языческой Либо В исламской Либо Еще В какой Но Мы Сегодня Говорим Мы Тот Народ У Которого Господь Есть Бог И В этом Году Мы Мобилизуем Наши Усилия Для Того Чтобы На Этой Земле Был Велик Господь Они Велика Артемида Европейская Мы Знаем Что Эта Земля Подножие Ног Его Мы Знаем Что Мы Тот Народ У Которого Господь Есть Бог